Уже совсем скоро вся страна отметит одну из самых кровавых и героических дат в своей истории – День воинов-интернационалистов. В далеком 79-м мальчишки отправились защищать свою родину в неизвестный и далекий Афганистан. Кто-то скажет, это не наша война, другие же говорят, мы были обязаны быть в то время там. Но это уже все история, которую должны знать все. Никто за нас работут нашу, не сделает братан. В преддверии дня вывода советских войск из Афганистана учащиеся Бобруйского аграрно-экономического колледжа подготовили концертную программу для воинов-интернационалистов. Через песни, танцы и стихи они сказали им спасибо за великий подвиг. Это не просто концерт, это и воспитание молодого поколения в духе патриотизма. В учебном заведении последнему уделяется огромное внимание. Это мероприятие для нас не является новым, единичным. Мы каждый год очень активно во все патриотические гражданские акции с удовольствием подключаемся. И даже нас уже немножко и в городе знают. Мы участвуем и в театральных фестивалях, опять же вот на такую военную тематику. На мероприятие были приглашены люди, которые не понаслышке знают о той войне. Разведка, пехота и автомобилисты. Они помнят Кантагар, Кабул и Баграм. Для них сегодня слова благодарности и цветы, ведь они все герои. Это боль для нас в первую очередь, потому что когда погибали наши товарищи, друзья, знакомые, близкие, это боль, это больно. Гордость за мой батальон разведывательный, за то, что он прошел славный боевой путь с минимальными потерями. Друзья, во-первых. Дружба, выносливость, сила воли, которые впоследствии здесь, когда уже пришел домой, награжданку очень сильно помыл. Среди гостей концерта был автор и исполнитель Владимир Толок. Музыкант, знаком с Афганистаном из рассказа своих братьев, которые воевали в Исламской Республике. Хоть сам Владимир и не побывал в тех местах, свою признательность и благодарность он выразил через песню собственного сочинения. А командир наш, родный капитан, сказал нам, парни, мы идем на боевые. Тема не из легких, но она мне была знакома, потому что я много об Афганистане слышал, мне тогда было интересно, и писал, и смотрел фильмы, и все это мне было как бы свое. Да, я в свое время просился сам Афганистан, писал мне один рапорт, но наш военком запретил, сказал, два брата были, третьему недавно, можешь не вернуться. Поэтому меня просто не пустели. Ну, я всегда этим жил в то время, да, и мне это было интересно. Вторая страница дневника «Афгана» написана. Наполненная музыкой и болью, о той страшной, но такой нужной войне. Афганистан. Наша память и боль. Максим Кембель, Андрей Богдан. Бобруйск, 360. Субтитры сделал DimaTorzok